...всё в богатстве выбора, вы будете видеть на выставке. Вы можете сейчас поняли, что там появилось, и ещё один, конечно, вы выбираете. Мы не станем пытаться с нашими друзьями, которые думают, что как бы пытаться на мотариатуру с примерами, я имею в виду себя. Верка была быта, я уже на самом деле фортурус. Это бессмысленно, и вы не станете свидетелями соревнования типа «Мозги против денег». Уж так получилось, что на долю поколения, которому сейчас от 30 до 50, выдалась чудненькая жизнь. Повезло не по-детски. Коммунистическая партия, светлое будущее, очередь за тазиками-вазиками, бутылка за 3.30, пиво 25 копеек. Потом всего этого не стало. Но сохранились очереди на прохождение техосмотра два раза в год, весной и осенью. Затем и этого не стало, как не стало и специалистов-дедушек, по строгим вниманиям которых проверялось техническое состояние транспортного средства. Но и сейчас очереди присутствуют. Почему? Как всегда, виной тому неосведомленность населения Магнитогорска. Постараемся это исправить. Вместе с подъемником. Если ностальгическое эссе выпало на видеоряд, демонстрирующий вам ПТО на электросети 31, то разговор по существу мы начнем на выезде из города в сторону Челябинска. Помните, в прошлом летом мы анонсировали открытие. Так вот, рекомендация жителям южных районов. По Казачьей переправе, а далее по объездной, добраться сюда можно минут за 15, включая пробки. Техническое оснащение здесь на ставшем уже привычном для подъемника высоком уровне. И технически исправный и беспроблемный транспорт, благодаря умной технике в умелых руках, делает процедуру прохождения ТО быстрым и безболезненным. Что же делать жителям дорогущего Ленинского района, поголовно ставшего миллионерами, если вспомнить цену на жилье, коими и является ваш покорный слуга. Опаньки! И здесь подъемник на высоте. Казалось бы, место старое, по старой же дороге набанное. Но скоро эта дорога станет дорогой жизни. Ибо через соленое добраться до зеленого лога можно в час пик за 23 минуты. Проверено лично. А можно по дороге за чуть меньшее время пройти ТО на новеньком ПТО. Сразу два дельных совета за 45 секунд. Что порадовало здесь особенно два устройства. Обломщики понтов. Это тестер на светопроницаемость тонированных авто и шумомер. Ставьте спорт девайсы грамотно и катайтесь по правилам, господа. Ставьте спорт девайсы грамотно и катайтесь по правилам, господа. Ставьте спорт девайсы грамотно и катайтесь по правилам, господа.